Всем привет! Сегодня я бы хотела поговорить о минусах минимализма. Как и в любом другом образе жизни, в нем, конечно же, есть не только плюсы, но еще и минусы. И о них редко кто упоминает. В первую очередь, переход к минимализму – это, конечно же, стресс, потому что это выход из вашей привычной зоны комфорта, это полностью новая какая-то система ценностей, система желаний, трат, новый способ познания себя, и это изменение всей основы и фундамента вашей жизни. А к такому стрессу нужно быть либо очень хорошо готовым, либо полностью осознанно и со всем рвением к нему подходить. Следующее, с чем вы 100% столкнетесь, – это непонимание окружающих и их странные предположения и доводы о вашем новом образе жизни. Здесь главное – не пытаться самим никого учить и наставлять на путь истинный после того, как вы уже познали и приняли минимализм. Просто живите так, как вам нравится, и пропагандируйте это, а не то, что все должны быть такие же умные, как вы. Потому что иначе наслушаетесь о том, что вы живете в нищете, в постоянных ограничениях, живете по принципу «и так сойдет», терпите все, терпите все, что вам не нравится, терпите безденежье и прочий бред. Здесь можно привести хороший пример, его придумала не я, про двух людей, которые едут в одно время на велосипедах на работу. Один человек едет на велосипеде, и он очень этому рад. Он специально сел на него, чтобы позаботиться об экологии, о природе, чтобы насладиться видами, окружающими его по дороге на работу, позаниматься физическими упражнениями, потому что все это полезно для здоровья, езда на велосипеде. И в целом он доволен и счастлив. Это был его осознанный полноценный выбор. И второй человек, который едет на велосипеде и ненавидит это, потому что у него нет денег на машину, но он ее хочет, потому что он вынужден был сесть на этот велосипед, потому что из-за мыслей о своих потребительских мечтах у него нет абсолютно никакого желания наслаждаться видами, окружающими его, и нет силы, желания думать о своем здоровье и о том, как прекрасно, что сейчас ты едешь на работу и одновременно занимаешься физическими упражнениями. Он ненавидит эту дорогу на работу на велосипеде. Один счастлив, а другой нет. Так вот, жизнь в вынужденной нищете и бедности это совершенно не то же самое, что жизнь в минимализме. И разница, как и в этом примере, в осознанности и в добровольности. Кроме стресса и негатива от знакомых и окружающих людей, будут странные взаимоотношения с покупками первое время. Либо полностью потеряется вот эта радость от совершения покупки и приобретения новой вещи, либо это будет такой бешеный скачок вот этой радости и адреналина от новых вещей, от любой покупки редкой, что вы перестанете узнавать себя. Поясню более подробно. Из-за того, что вы будете предпочитать владеть меньшим количеством вещей, но вам же все равно придется их покупать, что-то обновлять. Если вы оставите только те вещи, которые очень сильно любите, будет очень тяжело и болезненно с ними расставаться и заменять их. Расскажу про свой пример. У меня замечательно и безболезненно все произошло с гардеробом, потому что как раз-таки не знаю, откуда это отношение, но я понимаю, что там это всего лишь шмотки или это всего лишь вещи. И я совершенно легко, во-первых, преимущественно одеваюсь в секонд-хендах или принимаю вещи в подарок от друзей-родственников. Также легко избавляюсь от них, то есть если что-то приходит в негодность или мне уже не нравится, я отдаю их на благотворительность. И также легко могу себе приобрести что-то новое, но, естественно, делаю это очень редко. Раз в полгода, не чаще. А вот с техникой, об этом отдельное видео я потом сниму, про связь техники и минимализма. С техникой произошло хуже, потому что я не могла себя на протяжении нескольких месяцев убедить, что я достойна новой камеры или нового телефона, потому что, ну, старый же работает, зачем обновляться? То есть я не понимала то, что мне это нужно из-за того, что я минималист. И здесь как раз-таки пример про отсутствие радости или, наоборот, ее переполнение. Первые два года минимализма я была спокойна вообще ко всему. Ну, то есть если что-то покупали, приобретали, у меня не было никаких эмоций, то сейчас из-за того, насколько все это редко происходит, и из-за того, насколько у меня взвешенные и обдуманные решения относительно покупок, это такая эйфория и такой адреналин, что просто, ну, иногда кажется, боже мой, это всего лишь вещь. К этому тоже нужно быть готовым. После прихода к минимализму появится очень много свободного времени. И здесь, как мне кажется, трудно придется экстравертам, потому что им нужно постоянное общение с друзьями, с людьми. А интровертам здесь проще. То есть у меня, когда начался минимализм, и я вот это все начала разбираться, исследовать, изучать, освободила свою жизнь от вещей, от информационного шума, и у меня из-за того, что появилось больше времени, естественно, я стала заниматься саморазвитием творческим, книжным, думала, что еще изучить, что еще как бы, почему научиться. И мне очень было здорово проводить время наедине с собой. Но тем, кто привык к постоянному общению, будет сложно, именно потому что вы будете хотеть всем рассказывать о своем новом образе жизни, о том, как классно, о том, что у вас теперь куча свободного времени. Но у других людей это свои жизни. И не все будут настроены с вами на одну волну. И в этом и будет сложность, и трудность, и то, к чему нужно быть готовым и знать заранее. Также в минимализме будет тяжело людям, у которых в характере есть склонности к скряжничеству, или же наоборот, к чрезмерной щедрости. Первые могут себя начать ущемлять настолько, что вообще останутся только самым необходимым для выживания, и не будут готовы ни к одной новой трате, а они необходимы в течение жизни. А вторые настолько достанут всех окружающих людей распихиванием своего добра, что будет тяжело всем. Важна гармония. Ненужное вам барахло навряд ли нужно кому-то из близких. Лучше это распродать через авито, что-то отдать куда-то, что-то выкинуть и не жалеть этого. Но оскрягу может либо кто-нибудь вразумить, тот, кто имеет какую-то ценность и авторитет у этого человека, либо он будет совсем уже аскетом и отшельником. Что тоже неплохо, если это осознанный выбор человека. Минимализм теснейшим образом связан с экологичным потреблением, с разумным потреблением и с вообще заботой о планете и об экологии. Соответственно, если всерьез задуматься над этим вопросом, над экологичностью того, как мы живем, какие покупки совершаем, то могут серьезно измениться цели и мечты. Например, вы можете захотеть отказаться от автомобиля, в то время как и другие члены семьи не разделят эту вашу позицию и не захотят лишать себя такого комфорта. Или из модника, который до этого покупал брендовые вещи и на сайтах, и в брендовых магазинах, вы превратитесь в человека, который также покупает брендовые вещи, но теперь в секонд-хендах. То, что у вас сменится ваше представление о том, как нужно жить, это нормально. У меня, допустим, это выражается в том, что я человек, безумно увлекающийся всю жизнь блокнотами, иллюстрацией, рисованием, вот какими-то мелкими такими бумажными, назовем их так, делами, увлечениями. И раньше мне безумно хотелось создавать или свои стикеры, или свои блокноты, то есть как-то развиваться вот в этой среде, в этой индустрии. Но сейчас, и уже длительное время, я, когда имею полное представление о том, что происходит с нашей планетой, что происходит с деревьями, и насколько ужасающе губителен любой промышленный бизнес, неважно, что ты делаешь, одежду или блокнотики, бумажечки, я понимаю, что я не хочу быть одним из таких же вот любителей, которые засоряют планету. В связи с этим меня просто поражает лицемерие, с которым наши популярные эко-защитники, феминистки и прочие персонажи продают, печатают, создают свой мерч, при этом прикрываясь тем, что ну это же система, это же капитализм, мы же должны как-то выживать, и сами говорят о какой-то защите экологии. Самое лучшее, что мы можем делать для планеты, это не усугублять ситуацию, не делать все еще хуже. Но нет, деньги им важнее. И в экологии, и в минимализме, и в любой другой сфере жизни и направлении жизни. Главное не быть поверхностным. От футболки с надписью «Эко-лайф» или белой футболки с надписью «Минимализм» или еще чего-нибудь вы не станете представителем этого движения. Это должно быть в голове, это должно быть внутри. Искренне и осознанно. Вот и все. Плюсов-то гораздо больше, но для себя я открыла за эти годы вот такие минусы. Надеюсь, видео было вам полезным. Спасибо, что посмотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok